Приветствую вас на канале телеклуб Оксаны Гетьман. Сейчас мы с вами поговорим о сериале «Девушки с Макаровым» на канале ТНТ. Затравка вообще-то интересная. К мужчине в подразделение сыщиков попадают четыре девушки. Но сама подача крайне ужасная. Полная дискриминация женщин. Одна девушка одевается как проститутка, и поэтому ее засаживают в тюрьму. Просто за одежду. Как бы намекая на то, что жертва сама виновата, намекая на то, что девушки должны следить за тем, как они одеваются, и не имеют права одеваться так, как они хотят. Практически мусульманская страна. Возникает грубейший прикол об изнасиловании, как девушка подала заявление на то, что ее собаку изнасиловали. Намекая на то, что настоящее преступление и изнасилование не такое уж и страшное, что над ним можно даже подшутить. Еще одна молодая женщина не может реализоваться профессионально, потому что у нее есть ребенок, намекая на то, что материнство и вообще занятия с детьми – это женский удел, что мужчины этим заниматься не должны, а только матери. А женщина, если она уже родила ребенка, не может состояться в карьере. И только последняя героиня пытается спасти ситуацию и просто по недоразумению портит праздник. Ее это никак не дискриминирует, а просто показывает, как хорошего специалиста. Вообще о чем этот сериал? О том, что Россия – мусульманская страна? О том, что Россия до Европы, ох, как далеко? Ну, как бы и так понятно. Прекрасный сериал. Просто когда смотрите, анализируйте, что вы смотрите. Сам сериал напоминает интернов, как начальник будет смеяться со своих подчиненных, что тоже не очень красиво показывается. Показывается, как будто это норма, чтобы начальник смеялся над подчиненными, а это не так. Даже если это начальник, он не имеет права ни кричать, ни оскорблять. Он обязан вести себя толерантно и уважительно. Если все люди будут это понимать, в мире будет жить легче. Не ты, начальник, я дурак, а все равны. Конечно, отделение милицейское у них, как в Америке. Что-что, это сделали красиво. Все беленькое, светленькое, чтобы было удобно снимать. Отделение не настоящее. Ну, это не страшно, это же сериал. А вы мне напишите в комментариях, понравился вам этот сериал или нет. Жду от вас пальчики вверх. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!